Всем привет! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Лето – пора отпусков. Вот такое банальное начало. Хотя отпуск – вещь совершенно не банальная и очень даже приятная. И сегодня я расскажу о 5 важных функциях Google карт, которые помогут вам лучше ориентироваться на чужбине и не тратить лишнее время на осуществление логистики. Так как основное средство связи в поездке – телефон, я буду показывать все на мобильном. Итак, любая поездка начинается и заканчивается в аэропорту. Аэропорт может быть как в Нальчике – одноэтажным, с одним входом и выходом, в котором невозможно заблудиться, а может быть совсем наоборот. Спросите у Google, например, Шереметьево, терминал А. И Google построит вам маршрут именно до терминала А. Со всеми узловыми точками, включая навигацию в самом аэропорту. А уже в самолете в ожидании вылета вы можете выбрать себе отель. Цены, фотографии номеров, отзывы посетителей – все в одном месте. Причем отзывы далеко не всегда комплементарны, из чего можно сделать вывод, что это не сами владельцы отеля нагоняют себе положительных рекомендаций, а реальные постояльцы. Хотя может быть это конкуренты, не знаю. В любом случае будьте бдительны. Ну и здесь же в Google картах вы можете забронировать себе номер. Дальше, собственно, маршруты. Прокладывая маршрут, вы не просто узнаете, как добраться до конечной точки, но получаете себе в дорогу верного и безотказного сопровождающего, который подскажет, где и куда свернуть, и на какой остановке вам выйти. То есть можно не волноваться о дороге, не расспрашивать встречных иностранцев на ломаном английском, а наслаждаться красотами нового города, ради чего, собственно, вы обычно отправляетесь в поездки. А еще, отправляясь в поездки, вы не всегда можете иметь доступ к интернету, либо он может быть слишком дорог. Поэтому иногда имеет смысл заранее скачать себе участки карт с теми регионами, где вы планируете отдыхать. Можно скачать предложенную карту, либо выбрать участок самостоятельно, если планируете осматривать окрестности. Карта будет автоматически обновляться при подключении к Wi-Fi. Ну и содержать все необходимое, что есть в онлайн-картах. Ну, может быть не все, но маршруты на автомобиле в ней точно можно прокладывать. Кстати, что касается автомобиля, если вы возьмете авто на прокат, то прокладывая маршрут, вы сможете выбрать место парковки. Причем Google заверяет, что он оценит загруженность и, используя обученную сеть, рассчитает вероятность, что к вашему приезду там будет свободное место. А по приезде Google предложит сохранить точку, где вы припарковали машину, и впоследствии вам не придется обходить квартал за кварталом, пытаясь вспомнить, где же вы оставили четырехколесного друга. Эта функция, как и все остальные, может показаться ненужной мелочью. Но представьте, что вы находитесь в совершенно незнакомом городе, в незнакомой стране, среди незнакомых людей, которые по-русски-то не говорят, и вы сразу поймете, что это, конечно, мелочи, но очень полезные. Казалось бы, все просто, и какие-то функции могут быть для вас не на вы. Но про что-то вы, возможно, не знали, и сейчас радостно хлопнули себя по колену, и сказали, ну вот, теперь-то я, наконец, заживу. Все, любите друг друга, путешествуйте как можно больше. И я вот, например, собираюсь в августе на море. Причем на Черное море, причем в такое место, что ух. Отдых там должен стоить не меньше десяти тысяч в день, но я трачу эту сумму на всю поездку, причем вместе с дорогой. А сколько собираетесь потратить на отпуск вы? Напишите в комментариях. Ну и, конечно, ставьте лайки, расшаривайте видео и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok